Всех приветствую на канале школы вязания нашей пряжи. Сегодня вяжем вот такой ажурный узор трейлистник. Этот узор вы ранее могли видеть вот в таком виде. Им был связан плед. Плед можно найти на револи с платным описанием. Сегодня мы вяжем конкретно вот этот узор. Узор выполняется по данной схеме. Вот это лицевая сторона узора и вот так выглядит его изнанка. Вязать его лучше из тонкой ниточки, необъемной. У меня это хлопок с вискозой, но крупными спицами. Вот у меня спицы четверка, тогда когда для этой пряжи рекомендуют спицы номер 2753. Итак, спицами четверка я буду набирать петли, так как спица у меня крупная, я буду набирать на одну спицу. Итак, набираем количество петель кратно 12, плюс 7 петель для симметрии и плюс 2 кромочных петли. Начинаем вязание первого ряда с лицевой стороны. Снимаем кромочную петлю, вяжем петли до раппорта. Это у меня 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Это петли до раппорта. Далее начинаем вязание самого раппорта. Раппорт состоит из накида, затем двойное убавление. Первую петлю снять, две следующие провязываем слева направо вместе лицевой петлей, то есть наклоном вправо и затем снятую перекидываем на провязанную петлю. Получили двойное убавление, после него снова делаем накид и вяжем 9 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последняя девятая петля. 9. Вот это был раппорт узора, то есть начиная с накида, заканчивая 9 лицевыми, повторяйте нужное количество раз. Остается в конце 3 петли и их провязываем таким образом. Это петли после раппорта. Делаем накид, затем убавление с наклоном влево. Первую петлю снимаем, вторую петлю провязываем лицевой петлей и снятую петлю перекидываем через провязанную петлю. И остается кромка, которую провязываем изнаночной петлей. Вот это и был первый ряд узора. Работу повернуть. Второй и все четные ряды мы просто вяжем изнаночными петлями. Кромочную петлю конечно снимаем. Все петли я буду вязать классическими изнаночными петлями. Полностью до конца ряда все петельки провязываются изнаночными. Предпоследние изнаночные и последние кромочные тоже изнаночной петлей провязаны. Итак, вот это у меня второй ряд. Снова поворачиваем в лицевую сторону, вяжем третий ряд. В третьем ряду кромочную петлю снять, начинаем вязание петель до раппорта. Это одна лицевая петля, накид и со следующей петли нам нужно провязать три петли. Ввожу петлю в спицу, провязываю ее лицевой петлей, не снимая ее со спицы, делая накид, снова ввожу в петлю спицу и провязываю еще раз ее лицевой петлей. Я получила из одной вот эти три петли. Теперь начинаю вязание раппорта. Раппорт начать из двойного убавления. Первую петлю снимаем как лицевую, две следующих провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, затем снятую петлю просто нам нужно перекинуть через провязанную петлю. Это было двойное убавление. Далее три лицевые петли. Раз лицевая, два лицевая и три лицевая. Теперь снова двойное убавление. Первую петлю снять, две следующих провязываем слева направо вместе лицевой петлей. Затем снятую петлю просто перекинуть через провязанную петлю. Далее со следующих трех петель мне нужно провязать 9. Вязать их буду за левую заднюю стенку. Правую спицу я ввожу в три петли. Вот так три петли ввела. За заднюю стенку провязываю их как три вместе лицевой петлей. Вот вторая петля. Снова ввожу правую спицу в три петли и провязываю их снова вместе лицевой петлей. Это будет третья петля. Делаю накид. Это уже четвертая петля. Ввожу правую спицу в три петли. Подхватывая ниточку провязываю три вместе лицевой. Это пятая петля. Накид делаю. Это шестая петля 3 вместе лицевой из этих трех петель это седьмая петля накид это восьмая и последний раз не нужно провязать 3 вместе лицевой это девятая петля все три петли я могу просто снять со спицы я получила 9 петель из трех вот это был раппорт узора то есть начиная с двойного убавления 3 лицевые двойное убавление и провязать 9 из 3 эти петли повторяем нужное количество раз и остается у нас 2 4 6 петель вот эти 6 петель это петли после раппорта вяжем их так двойное убавление над следующими тремя петлями это снять петлю как лицевую 2 петли провязываем вместе лицевой петлей затем в нашу снятую петлю перекидываем через провязанную петлю далее у нас идет 2 лицевые петли и одна кромка и и провязываем изнаночной петлей вот это наш третий ряд работу поворачиваем четвертый ряд вяжется также как 2 снять кромочную петлю все петли провязываем классическими изнаночными петлями до конца ряда включая нашу кромочную петлю и так вяжем далее 5 ряд по схеме снимаем кромочную петлю теперь петли до раппорта у нас начинается из двух лицевых петель вот раз лицевая 2 лицевая затем делаем накид еще 2 лицевые петли вот эти 5 петель это петли до раппорта начинаем вязание самого раппорта одна лицевая петля затем убавление с наклоном влево 1 петлю снимаем 2 мы провязываем лицевой и снятую петлю перекидываем через провязанную петлю далее вяжем 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо слева направо провязываем 2 вместе лицевой петлей Далее у нас 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Делаем накид. 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Еще раз делаем накид. И еще 2 лицевые петли. 1, 2. Вот это раппорт узора. Далее снова начать с 1 лицевой. И так далее. То есть вот этот кусочек, вот этот раппорт повторяем нужное количество раз до последних 5 петель. Последние 5 петель провязываем как 1 лицевая петля. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это первую петлю снимаем. 2 провязываем лицевой и снятую перекидываем через провязанную петлю. Затем у нас еще 1 лицевая петля и кромку провязываем изнаночной петлей. Вот это был 5 ряд нашего узора. Поворачиваем работу. 6 ряд с изнаночной стороны. Снимаем кромочную и все петельки, включая кромочную, просто провязываем изнаночными петлями. Вяжем 7 ряд с лицевой стороны, начиная с кромочной петли, которую снимаем. Далее петли до раппорта. Это 2 петли лицевые. Делаем накид. 1 лицевая и еще 1 накид. Теперь петли самого раппорта. 3 раза у нас двойное убавление. Сняли петлю. 2 вместе лицевой петлей. Накинуть снятую петлю на провязанную. Это 1 раз двойное убавление. Снова сняли петлю. 2 вместе лицевой петлей. Накинуть снятую петлю на провязанную. Это 2 раз двойное убавление. Сняли петлю. 2 вместе лицевой петлей. Накинуть снятую петлю на провязанную. Таким образом, 3 раза выполнили двойное убавление. Далее делаем накид. Вяжем 1 лицевая петля. Снова накид. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. 1 лицевая петля и накид. Вот это раппорт узора. То есть, начиная с 3 раз двойного убавления, мы повторяем, повторяем, повторяем до последних 6 петель. Итак, последние 6 петель. Провязываем 3 петли как двойное убавление. Снять петлю. 2 вместе лицевой петлей. Накинуть снятую петлю на провязанную. Сделали двойное убавление. Теперь убавление с наклоном влево. Первую петлю снять. Вторую провязываем лицевой петлей. И перекидываем снятую на провязанную петлю. Конца кромку провязываем изнаночной петлей. Это был 7 ряд. Поворачиваем. 8 ряд вяжется изнаночными петлями, как и предыдущие изнаночные ряды. И так далее. Лицевая сторона. 9 ряд. Лисунок смещается по симметрии. У нас, вот видите, почти закончен наш листик. Верхушка осталась. Мы как раз в 9 ряду его довяжем. И начинаем листик на следующей. Повинка над вот этой симметрией. Итак, кромку снимаем. Далее петли до рапорта. Это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И накид. Теперь вяжем сам рапорт. Рапорт состоит из 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, это 8 и 9. Далее делаем накид. Выполняем двойное убавление. Снять петлю. 2 петли провязываем вместе лицевой. Накинуть снятую петлю на провязанную и сделать накид. Вот это рапорт узора. Из 9 лицевых начинаем. Повторяем сколько нужно до последних 6 петель. Из 6 петель 5 петель петли после рапорта, который провязывается как 5 лицевых. И последняя эта кромка провязывается изнанкой. Готовый наш 9 ряд. 10 ряд изнаночная сторона. Это как всегда изнаночные петли. Кромочную петлю я сняла. Все петельки просто провязываю изнаночными петлями. Далее вяжем 11 ряд с лицевой стороны. Снимаем кромку. Петли до рапорта. Это у нас 2 лицевые петли. И затем двойное убавление. Петлю снять. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накинуть снятую петлю на провязанную. Это были петли до рапорта. Теперь вяжем петли самого рапорта. Со следующих 3 петель мы должны провязать 9. Правую спицу я ввожу в следующие 3 петли. За заднюю стенку провязываю их вместе лицевой петлей. Вот она петля. Делаю накид. Это была первая. А накид это вторая петля. Ввожу правую спицу в 3 петли. Провязываю снова в 3 вместе лицевой. Это третья петля. Накид это четвертая петля. 3 вместе лицевой. Это пятая петля. Накид 6 петля. 3 вместе лицевой. Это седьмая петля. Накид это восьмая петля. И снова 3 вместе лицевой петлей. Это у меня девятая петля. Я получила из 3 9 петель. Теперь 3 петли просто снимаются спицы. Далее мы вяжем двойное убавление. Это первую петлю снять. 2 следующие слева направо. Провязываем вместе лицевой петлей. Затем снятую перекидываем через провязанную петлю. Вяжем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. И снова двойное убавление. Снять петлю. 2 вместе лицевой. С наклоном вправо. И накинуть снятую петлю на провязанную. Закончили раппорт. То есть раппорт начинается отсюда. Из 9 петель, которые вяжутся из 3 петель. Таким образом повторяем, повторяем. До последних 3 петель. Петли после раппорта. Это со следующей петли вяжем 3. Провязываем петлю лицевой. Делаем накид. И еще раз провязываем петлю лицевой. Получили 3 петли и с одной. Затем делаем накид. И одна лицевая. Заканчиваем кромочный, который провязывается изнаночной петлей. Такой был у нас 11 ряд. Поворачиваем вязание. 12 ряд это просто изнаночные петли. Вяжем далее 13 ряд с лицевой стороны. Кромочную петлю снять. Петли до раппорта. Это 1 лицевая петля. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Слева направо провязываем 2 вместе лицевой петлей. Теперь сам раппорт. Раппорт начинается из 3 лицевых. 1, 2 и 3. Далее делаем накид. Снова 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Снова делаем накид. Снова 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаем. Вторую провязываем лицевой. Затем снятую перекидываем на провязанную петлю. Вяжем 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Слева направо провязываем 2 вместе лицевой петлей. Это раппорт узора. Вот этот кусочек повторяем до последних 6 петель. Последние 6 петель провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые петли. И кромочная провязываем изнаночной. Готовый наш 13 ряд. Работу поверну. В 14 ряду, как всегда, вяжем изнаночными петлями. Кромку снимаем. Все петли просто классическими изнаночными. Я провязываю, включая кромочную петлю. 15 ряд узора. Снимаем кромку. Начинаем вязание петель до раппорта. Это просто 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее уже петли самого раппорта. Выполняем двойное убавление. Снять 1 петлю. 2 следующих. Провязываем как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И перебрасываем снятую через провязанную петлю. Выполнили двойное убавление. Делаем накид. Затем 1 лицевая. Делаем снова накид. Вяжем 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Далее делаем накид. Вяжем 1 лицевая. Делаем накид. И выполняем 2 раза двойное убавление. Снять петлю. 2 вместе лицевой петлей. Накинуть снятую петлю на провязанную. Это 1 раз двойное убавление. И еще раз снять лицевую петлю. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накинуть снятую на провязанную петлю. Этот раппорт повторяем до последних 7 петель. Далее вяжем петли после раппорта. Это двойное убавление. снять петлю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накинуть снятую петлю на провязанную, далее делаем накид, 1 лицевая петля, снова накид и 2 лицевые петли, в конце кромку провязываем просто изнаночной петлей, готовый 15 ряд, видите у нас сформировался второй листик, еще осталась только верхушка, повернули работу, 16 ряд, снимаем кромку и все петли просто провязываем изнаночными петлями, и так я до конца ряда вяжу изнаночными, предпоследние изнаночные и последние кромочные, кромочные я обычно вяжу бабушкины изнаночные, это был 16 последний ряд нашего раппорта, вот мы провязали один вертикальный раппорт, вот у нас нарисовался первый листик и вот симметричный второй листик, верхушка второго листика уже будет с первым рядом, то есть мы далее повторяем с первого по 16 ряды у высоту, и получаем вот такой ажурный узор листики, спасибо большое, с вами была школа вязания, наша пряжа. Субтитры подогнал «Симон»!